Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... что означают эти слова, кто такой Кришна, что такое предание как таковое. Это связано с природой живых существ. Искать прибежище. И это можно понять на примере материальной природы. То есть живые существа, они находят прибежище в материальной природе. Мы просто наблюдаем это. Каждый. Как если сегодня я смотрел на деревья утром, я понял, что это чей-то дом. Там живут птицы. Это их прибежище. То есть я мог не замечать это дерево. Но там живут. Это жилые. Жилые места для кого-то. Также там много других живых существ. То есть все находят прибежище, так или иначе, в каком-то аспекте материи. И человек тоже. Также он находит прибежище. Шастре говорится, что у человека есть три прибежища равные. Других живых существ — это по-другому несколько. То есть человек принимает прибежище в материальной природе, а в общении с другими живыми существами и еще в собственном уме. Атхидайва, 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 Атхидайва. Это особенность человека. Ну, другие живые существа, они тоже принимают прибежище в обществе каком-то. У них тоже есть общество. Общество себе подобных. В каком-то смысле это так. Но человек принимает прибежище в обществе людей с особой целью. Он хочет подчинить Атхидайву. Он хочет сделать ее удобным прибежищем. Как бы он ее меняет, трансформирует, что не характерно другим живым существам. Почему? Потому что он находит прибежище в своем уме, в своих планах. Вот каждый человек, он как себе на уме, еще говорят. У каждого есть какие-то отличительные черты ума именно в уме, внутри. Это есть пример предания. Я доверяю материальной природе, я доверяю обществу людей или преданных, или семье, в которой я живу. И я доверяю собственному уму. Вот, в большей степени, однако, я доверяю уму. Если даже близкий человек не согласен с моим настроением, я теряю к нему доверие. То есть, главный авторитет остается у человека именно ум. Манас. Почему? Почему так? Почему человек так странно устроен? И можно ли найти прибежище в уме? Ну, технически можно, мы так и делаем. Есть опыт. Но результат плохой. То есть, материальная природа, она как бы источник страданий, говорится. Вот в результате этого прибежища, в природе, в живых существах, мы получаем много-много, очень много беспокойства, даже сильных страданий, труднопереносимых страданий. То есть, приходится бороться и с материальной природой, и с другими людьми, и с собственным умом. Что это за явление такое? С одной стороны, я нашел прибежище, с другой стороны, я несчастлив при таких обстоятельствах. И поэтому речь идет о предании чему-то более высшему, как источнику именно счастья. Кто бы рассеял бы все эти противоречия, конфликты и беспокоящие различия. Есть различия, которые нас не беспокоят, и есть, которые беспокоят. Как разнообразие наслаждений, нас не беспокоят. Но разнообразие страданий нас беспокоит. Это беспокоящий фактор. Поэтому все же, что же предлагают шастры? Они предлагают предаться Кришне. В итоге. В итоге есть много, конечно, энергии Кришны, есть много форм Кришны, и по-разному могут священные писания совершенно говорить об этом принципе. Иногда даже безлично говорят. То есть не упоминают, кто такой Бог, и Кришна, и Его форму, вот эти личностные черты. Почему не упоминают? Почему чаще всего не упоминают? Почему Кришна только сам о себе Арджу не рассказал, а больше никому, собственно говоря? А теперь мы говорим, что это Верховная Личность Бога, который источник всего, источник Брамана, источник Параматмы, источник материальных энергий. Но почему? Почему это так скрыто в шастрах? И почему так трудно найти прибежище в Кришне, а легче в других аспектах. И шастра мы узнаем, что материальное блюдо тоже Кришна, живое существо – это тоже Его энергия, и мой ум тоже Его энергия. И кажется, я же принял прибежище в Его энергии, я должен быть счастлив. То есть у нас много вопросов на этот счет. Что же имеется в виду по преданиям Кришне? Если принцип, Кришна как принцип, сейчас не берем, что это Личность Бога, играющий, танцующий, влюбляющий, вечный Господь, Купидон. Мы говорим, что это принцип. Принцип означает привлекательный. И этот принцип, он есть везде. Это я уже предался тому принципу. Именно я ищу что-то привлекательное в этом мире, потому что я здесь остаюсь, привлекает меня. То есть принцип остается, никуда не делся. Очень сложный вопрос психологически. И люди меня тоже привлекают, некоторые не привлекают, но некоторые привлекают. Именно этот принцип заставляет меня быть в обществе людей, терпеть недостатки. И наиболее привлекательное для меня это мое тело и мой ум. Поэтому я здесь и часть этого мира. То есть опять же принцип Кришна, он присутствует. И в девятой главе, прямо в начале этой главы, Кришна говорит интересную вещь, хотя он ее повторяет уже. Не первый раз он говорит об этом Арджуне. Первый раз, насколько помню, это было в четвертой главе, он говорит. Он произносит известный стих об утрате знания. Он говорит, что это знание в прошлом, когда-то, давно, передавалось праведным царям по преемственности, то есть была преемственность. но сейчас это знание утрачено, нарушена преемственность, и я возвещаю тебе снова. А в следующем стихе говорит, сакха, почему? Потому что ты мой друг, Аджуна, поэтому я тебе раскрою трансцендентное знание. То есть цель, как бы, всей любой деятельности обрести знание о жертвоприношениях. И здесь Кришна говорит, это не всем раскрывается. Что такое жертвоприношение? Потому что есть зависть. Человеку трудно понять суть, принцип жертвоприношения. А Кришна и именно Ягья. Суть всех жертвоприношений говорится. Я, Ягьярта, карманония, тралоку, ям, карма, бандана. То есть любая деятельность должна совершаться как жертва. И вот это знание трудно получить. Нужен духовный учитель. Это также говорится в 4 главе. Что именно гуру обладает знанием, как совершать деятельность в духе жертвоприношения. Это и есть трансцендентное знание. То есть это не просто набор информации или какая-то очень красивая глубокая философия. Нет, нет, нет. Философия это наша суть. Мы энергия чит. Мы все философы в той или иной степени. Любой человек он философствует о жизни. Грамотный, неграмотный все равно размышляет. Философия это наша суть. Но не в этом дело. Это часть нашей природы. А наиболее глубинная природа это преданность Кришне. То есть Ягья живем ради удовлетворения Верховного. Это жертвоприношение называется. Это знание утрачено, говорит Кришна Арджуни Бхагавадгити. И теперь я тебе возвещаю его сно, потому что ты мой дорогой друг. То есть ты сможешь понять это, потому что ты просто друг. Вот и все. То есть вот эта дружественность и открывает нам возможность познать Кришну. ничтостых ухо. Иначе почему люди просто слышат о Кришне, но не принимают прибежищу у него, потому что у них нет этих отношений. и то есть причина трансцендентного знания это сам Кришна. И поскольку он личность, то он говорит, что пока человек не родил ко мне добрые чувства, дружеские чувства, я не раскрываюсь. Это и понятно. Это не из зависти его, но это естественно, потому что мы тоже так, как личности, чувствуем, что мы не раскрываемся в той среде, где нас не любят. Особенно это нам не интересуется нашим мнением. Если мы в каком-то обществе не можем выразить свое мнение, никому не интересно, мы покидаем это общество. Так, и Кришна, куда же он покинет? Как же он покинет такого человека, если он везде, если он повсюду? Это всепроникающий принцип так же. Он и личность, он и принцип, и он энергии, и он все живые существа. Таков Кришна. То есть он уже говорил об этом, что есть причина. И так же он говорит, что это зависть. А, в Бхагавадгите несколько есть таких стеков, которые указывают на зависть, как на причину обусловленности. Что же такое это зависть? Что это за сила? Что за энергия? Ну, представьте, человек одновременно может хотеть быть как Кришна и одновременно хочет его устранить. Вот как это? Очень противоречивая вещь. Подумайте сами. То есть я хочу быть таким же красивым, как вы, но для этого я хочу вас устранить. Потому что если будет два таких же красивых, то у меня будет проблема. Вот это называется зависть. Зависть означает, что вы одновременно привязаны к объекту этой красоты Кришны, к источнику привлекательному, к нему привязаны, а одновременно хотите его уничтожить, устранить из виду. Одновременно и привязаны. Это невозможность. Вот, верно же? Кришна, он источник энергии. Так. И вот зависть. Кришна не отличается от своих энергий. Такова философия. Понятно, что если есть огонь, у него есть энергия свет и тепло. Так. И как? Если нет огня, то нет святое тепло. А то он не отличается. Огонь это и есть святое тепло. Но все же, но все же, говорится, не так. Не до конца. Все же святое тепло не огонь. Вот точиньте предопедаттатвы. Вот этим принципом изначальным, извечным пользуется завистливая душа. Вот это все из Кришна. Но поскольку у меня есть зависть, я пользуюсь другим. Другой стороной этого утверждения. Что Кришна отличен от этих энергий. Поэтому я могу обладать этими энергиями. Он отличается. Поэтому здесь спорный вопрос, кто хозяин. То есть есть две стороны. Он не отличен и все же отличается. И вот можно использовать какую-то из этих двух сторон. и зависть означает, что мы пользуемся энергиями Кришны без Кришны. Но здесь душа попадает в невежество. Вследствие зависти попадает невежество. Потому что одновременно вы чувствуете желание быть таким и ненависть к этому объекту. Двойственность 2 на 2 появляется. Это продукт зависти. То есть откуда эта двойственность? Почему так человек все рассматривает? Хочу не хочу плохо хорошо друг враг. Вот она зависть. Одновременно эту вещь вы рассматриваете с двух сторон. Вам она нравится и с другой стороны вы враждуете с ней. И чем больше нравится тем сильнее вражда. Это зависть. И Кришна обладает богатством, красотой, славой, силой, знанием, отречением. У него есть достояние. Их можно рассмотреть как отдельно что-то от Кришны. Это называется пхинна прокрития. Вот это и есть материальная природа. Которые мы отделяем от Кришны. Это сознание называется материальным сознанием. Нам нужно вернуть изначальное сознание. Потому что в этой двойственности мы теряем трансцендентное знание, подаем двойственность и начинаются страдания. Мы ищем прибежище в материальной природе без Кришны. Как бы. Потому что Кришна все равно здесь присутствует. В этих стихиях, в этих энергиях, в этих свойствах, которые мы изучаем, тоже Кришна. Как Пхупада говорит, что материальные природы одновременно и Кришна и не Кришна. как вы этим воспользуетесь? То есть наше распоряжение дается. Хотите увидеть Кришну, увидите Кришну, не хотите и не увидите Кришну. То есть ну как пожелаете. Кришна говорит, что в форме сверхдуши я именно так поступаю, я подтверждаю именно то, что хочет человек. Не то, что я говорю ему, а то, что он говорит мне. Я подтверждаю и убеждаю и даю веру в те убеждения, которые он хочет иметь. Если он хочет верить, что это все отделенной энергии Кришны нет, я подкреплю его веру, дам ему философию. Есть много философских систем изначальных, атеистических, которые убеждают людей, что Бога нет, что есть просто механизмы материи, которые действуют сами по себе и прочее. Есть 24 элемента, которые взаимодействуют, комбинируются. Так все и происходит. То есть нет вышеуправляющей силы. Это убеждение. И чтобы убедить, убедить, скажем, преданных и убедить демонов, Кришна действует уникальным образом. Он приходит в человека подобной форме в этот мир. Понятно, что те, кто заведует Кришне, будут завидовать ему, думать, что такой же, как и мы. Как Шишупала сказал. Почему Кришна убирает здесь на собрании главной личностью? Он такой же, как и мы, но хуже. Он человек, имеется, но он хуже, он худший из людей. Пуруша Адхама, он сказал. Пуруша означает, может, человек, любой живой существ. Пуруша Адхама, значит, он низший среди людей. И он привел аргументы. Откуда? От Кришны, от его поведения. Кришна убедил его. Во Вриндаване он не изучал Веды. Он танцевал рассолилу по ночам с женщинами. Как вы выбираете для поклонения такую личность? Если Веды запрещают, Веды дают регулирующие принципы, он не соблюдает регулирующие принципы, он Веды не знает, он не знает высшие цели жизни, спросите его. У него нет цели жизни. До сих пор никто не знает, кем он работает. Ва еще ли он женился на 16 108 жен. Ну представьте, кого вы выбираете? Сколько там вожделения вообще, похоти. Собственно, он сто раз, сто причин нашел. Он мог больше найти еще. Бесконечно мог Кришну прославлять, конечно. Бесконечно. Но из зависти он видел все как недостаток. Мы смеемся, потому что мы как преданные видим, что Шупала как-то странно все понимает. То есть преданные нам говорят, что Кришна это любовь, это према, но если это вожделение, то это совсем другое. И Шушупала понимает через материальную энергию Кришны, а преданные посредством духовной энергии, без зависти. То есть как только зависть ослабевает или устраняется, как будто пелена сходит в сознание человека, он начинает восхищаться величием Бога, он начинает видеть его. Потому что это присуще ему. Не нужно какой-то телескоп специальный микроскоп или еще какое-то приспособление, чтобы увидеть что-то трансцендентное духовное. Сердце видит уже человеческое, но оно покрыто, говорится, какими-то странными покрытиями. Есть сложности в том, чтобы видеть трансцендентное, видеть Кришну. Здесь в 9 главе Верховный Господь сказал, дорогой Арджуна, поскольку ты никогда не завидуешь мне, я открою тебе самое сокровенное знание и мудрость, овладая которыми ты сможешь освободиться от всех материальных страданий. Всех материальных страданий. То есть ранее он говорил у Бага в объятии, что терпи, Арджуна, так, чтобы не замечать эту двойственность. 2 на 2. Научись такому терпению, чтобы не замечать это. Наше понимание терпения означает просто терпеть средоточное быть на боли именно, но тем не менее терпеть, выдерживать ее. Кришна не об этом говорит. Научись терпеть так, чтобы не замечать двойственность. Ну как зима, лето, счастье, несчастье, то же самое. Вот научись. И здесь он говорит, как это сделать. Вот уже в 9 главе, потому что ты, Арджуна, не завидуешь мне, и поэтому я могу с тобой общаться на этом уровне, на уровне любви, на уровне дружбы. То есть это знание любви и дружбы трансцендентной. Без любви и дружбы, говорится, не постигается. Это знание не открывается. открывается лишь часть этого знания. То есть это наука взаимоотношений, но можем без взаимоотношений, можно просто изучить принцип. Душа это принцип. Вот мы говорим, душа и тело, мы принцип берем. в принципе. душа-то разная бывает. Это не открывается. Душа разная бывает. Разные расы, разные вкусы, разная индивидуальность. Есть безграничное разнообразие душ. Сколько душ мы видим? Все они разные, все они индивидуальные. И это не раскрывается технически. Технически раскрывается, пока еще человек не совершает ягию, не совершает преданного служения, чистого. он изучает принцип. То, что вот есть душа, есть тело. В принципе. Давайте с этим разберемся. И начинает постигать, я не это тело. Очень хорошо. Кажется, все ясно. И все же удовлетворения нет. Потому что, а кто же я, как душа? У кого спросить? Если душа частичка Кришны, похоже, нужно у Кришны спросить. А как же до Кришны добраться? И что мне мешает спросить у Кришны? И Кришна говорит, ты завидуешь, поэтому Тадвиты Пранипадина, ты еще не делаешь жертву, душа твоя еще не служит, поэтому иди к тому, кто видит меня, кто знает ногу жертвоприношения, Тадвиты Пранипад. И Пранипад, подчиняйся, выражай почтение. Вот это выражение почтения, это антоним зависти. Что будет, если я с завистью предложу поклон, или завистью буду возносить молитвы, какой-то результат будет говориться, потому что Кришна независливый, он не ответит завистью в ответ, он ответит духовным образом, в этом его могущество, особое положение, что он выше всех этих энергий, и зависти, и вожделения, и гнева, всех других вещей, поэтому даже если человек обращается с завистью, но правильно, в соответствии с Писанием, правилом Писания, конечно, процесс работает, поэтому Тадвитти Пранипатина, и вот в этот принцип Пранипат, почтение, поклон, мы видим, что без поклона духовному учителю знание не раскрывается, и уйдет, может быть, сколько-то времени на то, чтобы совершить духовный поклон именно, как про Падо один ученик рассказывал, может быть, это был Харишури Прабу, может, это был Шудакирти Прабу, сейчас я не помню, они оба служили Шри Прабу Паде лично, говорит, что я часто заходил в комнату Шри Прабу Паде по служению, поскольку я непосредственно помогал ему во всем, приносил, что-то, вносил, делал массаж, ну, все, что нужно, вот в быту я был рядом, поэтому очень часто я мог войти к нему, выйти из комнаты, и согласно этикету я должен всегда кланяться при входе и выходе, я это и делал, и поскольку я это делал часто очень, я стал делать это автоматически, раз поклонился, быстренько встал, побежал, раз поклонился, бежал, раз поклонился, раз два, раз два, раз, ну, это становится уже более-менее автоматически, понятно, к этому можно тоже приспособиться, привыкнуть, упражнения делать такие, и Прупада заметил мое упражнение, сказал, нет, 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 вот, говорит, топориком, говорит, не получится, ты должен все-таки осознанно это делать, поклон бессмысленный, если ты не участвуешь как бы вот в этом процессе сам, духовно, что значит духовно, мы говорим рождение, смерть, старость, болезни, вот эти технические, материя, дух и так далее, реинкарнация, это философские технические описания, но дух находится там и он переживает все это, реальным образом, рождение, смерть для души зло, это потрясения мощные, а технически ну просто описано, тут все рождаются, умирают, родившись, умрет, родиться заново и так далее, потом заболеет, потом застарится, потом снова родится, снова вырастет, снова будет что-то делать, потом снова увянет, снова и так далее, мудрый не скорбит и так далее, но на самом деле это нужно же все пережить, мы понимаем, что смерть естественная, но ее надо пережить, как смерть родственника, или собственную смерть, подготовиться к ней, то есть, душа это тот, кто переживает эту жизнь, проживает эту жизнь, и вот этот поклон, нужно тоже переживать, научиться, поклон это также яги, это что означает поклон, я кланяюсь, но я знаю, думаю в это время, что я слуга, я готов к служению, это яги, это настрой, это очень важный настрой, поэтому, есть такой этикет, он очень строгий этикет, потому что, когда ученик перестает поклоняться духовному учителю, он перестает воспринимать его наставление, поэтому по традиции, всегда духовный член сидит выше, на асане ученик внизу, то есть, тут есть специальное, как бы вот, условие такое, сейчас это тоже используют, этот принцип во всем мире, чтобы прославить, прославиться, тоже музыканты выходят на сцену, поют громко, выше всех, как бы показывают свой талант, и таким образом, они как бы возвышаются, но это не совсем духовный процесс, это иллюзорное, продвижение, как бы, некое возбуждение, ума славой, красотой, каким-то аффектом внешним, страсти, страсти, что приводит к невежеству, материальная слава обременяет человека, а духовная слава приближает к Богу, и мудрость и знание, благодаря которым ты освобождаешься от всех материальных страданий. И пропады здесь описывают, постоянно слушая о Верховном Господе, преданный постепенно обретает духовное знание. Метод слушания рекомендован всем адбагаватам. Слова Господа необыкновенно могущественны, и ощутить их силу можно, слушая повествования Верховной Личности Бога и обсуждая их в обществе его преданных. Да, пропад говорит, что очень могущественная практика слушания, когда мы слова Господа повторяем или передаем. То есть, этот процесс очень сильный, пропады, очень могущественный, но это нужно делать постоянно. как в нашей практике мы ежедневно что-то слушаем, слушаем свои круги, без этого нужно их слушать, собственный голос, слушать себя в этом случае нужно. Это индивидуальная практика. Как мой язык служит Кришне, как мой ум служит Кришне, как мое сердце оно уже пробудилось, чтобы служить Кришне во время джапы, как я это переживаю, как душа, есть у меня эти переживания экстатические, или состояние разлуки с Богом появляется когда, или слезы наворачиваются на глаза, есть у меня это восхищение, раса пробуждается во мне, то есть, я занимаю как бы свою личную вот эту энергию, потому что эта материальная энергия, она тоже под управлением Кришны должна быть. Я пытаюсь ее из-под своего управления отдать Кришне, это называется Ягья, потому что Кришна не отличается от своих энергий от этой материи, от этого тела, это он, тоже его энергия, но я отличаюсь от своей энергии. Я ее как бы просто схватил при помощи зависти, при помощи Аханкары, есть специальные энергии Кришны, которые дали мне это тело, дали мне эту материю. Кришна дает, Кришна поддерживает. Кришна же заберет потом. И то есть это тело отличается от меня, а тело Кришны отличается от него. В этом разница обладательность, как бы два обладателя существует. Один обладатель не отличается от своих энергий, чем он обладает. И другой обладатель в этом теле отличается от того, чем он обладает. Это не его энергия на самом деле, но дана ему на время обладания, так скажем. Он наделен этой энергией. Есть полное целое, есть наделенное полнотой, говорится, выше Панишат. Вот Бог полное, целое, все. И кто-то наделяется его полнотой, каким-то телом, каким-то разумом, умом, чувствами, формой, деятельностью, характером. Наделяемся мы всем этим. В зависимости от тех поступков и желаний, которые мы делаем, это постоянный процесс идет, потому что наша деятельность в этом мире суетт новые тела, постоянно, постоянно меняем тела таким образом, шаг за шагом, жизнь за жизнью. Меняя желание, меняя деятельность, все меняется вокруг. Кришна же остается неизменным при этом в сердце живого существа, тот же самый Кришна, который был когда-то на Куркшетре, на колеснице Арджуны, когда не было еще танков, знаете, Катюш, автоматов Калашникова, или там ТТ-пистолеты, что сейчас есть, там всякие приспособления электронные сейчас в военной технике. Кришна тот же самый остается и сейчас, такой же, у него есть раковина, есть Булава, есть Дикс Фударшана, у него нет автомата Калашникова, нет, нет, на танках не ездит, у него есть также колесница с пятью лошадьми, на которой он может пересечь оболочки Вселенной, на танке невозможно это. То есть, он тот же самый, он трансцендентный, не нуждается ни в каком материальном развитии. Ему не нужны наши эти высотные дома или унитазы, потому что это единственное, в чем сейчас преуспела наша цивилизация, только в унитазах, больше ни в чем. Если говорить о быте. Люди убеждают жить вот в хороших домах, там унитазы есть. Разных, как бы, дизайна, уже как уж позволяют ваши средства, но унитаз это гордость вообще. Если вы показываете свою комнату, вы должны показать унитаз обязательно всем, и ванну, вот как там вообще все устроено. Потому что это самая неприятная часть нашей жизни. Испражняться. Если будете в собственном доме испражняться, то к вам никто в гости не придет. Но если есть унитаз, то все другое дело. Все будет чисто, приятно, то есть серьезно, серьезно. Это главная составляющая современной цивилизации. А потом уже эти машины появились, сначала люди думали о туалетах. Как устроить все это в крупных городах, чтобы не было ничего неприятного, потому что во Вриндаване до сих пор канализация сверху может по обочине дороги идти. западные люди говорят, ну это что это такое. Им не нравится поэтому Вриндаван многим, что тут канализация прямо наружу вся. А у нас унитазы. И никто не видит, куда это все уходит, по каким каналам. Мы управляем всем этим невидимым образом. То есть есть специальные стихии. человек гордится этим. И если человек испражняется и мочится, мы разве скажем, что это плохой человек? Ну так же и материальная природа мы скажем, энергия Кришны такая ужасная. Но мы же испражняемся тоже и мочимся, но не означает, что это плохой человек? Так Прупад объясняет. Пишите, нас Кришну обвиняют, это материальная природа. Но это никак не оскверняет Кришну. Потому что принцип мочицы испражняется тоже от него, только он делает это по-другому. Вот к чему приводит зависть. Его моча испражнения трансцендентные. Наша моча становится нетрансцендентной, потому что ей зависть. Она трансформируется. То есть так же как любовь трансформируется в зависть, так же и все остальное трансформируется в материю, во что-то неприятное, в источнике каких-то беспокойств. Например, у каждого человека есть свой запах, но он должен мыться, чтобы не показывать свой запах. Потому что я свой запах нормально к нему отношусь. Я могу не мыться вообще годами. И запах меня не будет беспокоить. Но если я войду в это общество, ползала уйдет сразу же. Кажется, это другой запах какой-то. Я не переношу этот запах. Вот такая вещь происходит. Зависть как бы трансформирует энергии Кришны, потому что зависть это взаимоотношение с Богом. И Бог становится другим по отношению к нам. Материей, Солнцем, Луной, представьте, планетой, другими планетами. И живые существа здесь трансмигрируют по этим местам. И с завистью они ищут что-то лучше, лучше, лучше. Потому что отвергли главный принцип, источник всего. И здесь пропагают слова Господа, когда Он говорит об этих вещах, они очень могущественные, но нужно научиться слушать. И как слушать, если я завидую? В принципе, Богу завидуют. Многие люди принимают Бога, верят в Бога, но Кришну отвергают. Такая тоже странная вещь. Мы говорим, Кришна Бог, они не хотят принимать этого. Тогда как выглядит Бог? Скажите, мы не знаем. Но вот Шастры говорят, тоже священное писание, что он выглядит так. Почему не принимаете? Нет, не хочу, цвет не нравится его. То, что он такой странный, какой-то беззаботный вообще. Тут мы страдаем, он там улыбается, танцует. И все, что мы делаем, ему поклоняются. Он ворует, поклоняются, прелюбодействует, поклоняется. Все ему поклоняются. Он тут творит потерянную вселенную, столько проблем, столько боли. Ему поклоняются за это. Видите, какая зависть? То есть, чтобы принять Кришну, не каждый сможет это, принять именно Кришну, Бога, как Кришну, тот, который наслаждающийся, абсолютный Господин, может делать все, что пожелает, ни перед кем не отчитывается, независим. Человеку не нравится зависим, почему он ни перед кем не отчитывается вообще? Шишупала спрашивал. И вы говорите, что это высшая Личность. И он перечисляет это все его трансцендентные качества по-другому. Совершенно зависть превращает в негатив все. Поэтому есть много людей, которые принимают Бога как абсолютную истину, как вселенскую форму, можно поговорить как источник всего. Это легко говорить на эти темы. Единственная загвоздка в чем, когда вы говорите, что он обладает всем этим, он хозяин, вот тогда начинается конфликт с Богом. Пусть он будет источником всего, я не против. Пусть он будет вселенской формой, нормально. Но если вы говорите, что он хозяин, вот это, простите, это я не могу принять. Хозяин тут я должен быть. Пусть это будет его энергия, но хозяин буду я. Пусть он отойдет отсюда. То есть это хорошо, что это энергия Бога, мне нравится это все, но теперь я должен встать на то место. Вот в чем моя цель. Это есть вот эта самая зависть. И когда мы слышим слова Кришны, как же с такой завистью слушать слова Кришны? Здесь говорится, есть единственный способ, как очистить сердце. Каким образом? Тем же самым способом слушать, но постоянно. Как бы нам было неприятно иногда. Есть вещи приятные какие-то, что Кришна может танцевать. Но ничего так. Это нормально, можно потанцевать. Кришна спасет от смерти. Пускай спасает. Хорошо. Это то, что мне нужно. Кришна очистит всех греховных реакций сердца. очищает, 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 очищает. Чтобы я не страдал, заботится обо Хорошо. Все это мы принимаем. Но когда говорят, душа абсолютно предана Богу, как собака предана своему хозяину, мы думаем об этом. Потому что, знаете, хозяин с собакой по-разному может поступить. Какое-то в ней недоверие просыпается. Хозяин иногда собаку даже убивает, говорит правопада. Решает. И собака не против. Не, ну, конечно, предаться хорошо, но не до такой же степени. Вот тут у меня есть проблема. А можно я сам буду решать, когда мне умирить, с кем жить и так далее. А к тебе обращаться, когда у меня просто проблема, а ты будешь их решать. А остальное буду сам решать. И тут также нужен определенный опыт и общение с преданными, в обществе преданных, потому что зависть, она не высшая энергия. Она высшая энергия в этом мире. Она выше, чем разум человеческий. Это раса. Раса, которая побеждает и ум, и чувство, и разум человека, и всю логику, все науки побеждает. Все, она господствует здесь, все подчинено ей. Все эти материалистические науки, все комментарии материалистов о ведах это все из завистью сделано. Как правило, они все заведут Кришне. Она господствует здесь, беспредельно. И все-таки, это не высшая энергия. Как и вожделение, тоже господствует здесь. И все-таки высшая зависть это любовь к Богу. И вот когда мы в обществе преданных обсуждаем слова Кришны, в какой-то момент времени мы чувствуем как преданные практикующие, что есть просветление, сильное просветление. Значит, умиротворение, например. Как бы проблемы ослабевают материальные. Он переключается в какое-то блаженство, какой-то свет внутренний. Какое-то, мы говорим сначала, мы еще точно не видим формы какие-то духовные. Но даже то, что мы видим в материальном мире, как бы осветляется, как бы другую окраску принимает, как бы такую духовную, мы начинаем переживать, что-то светлое, счастливое, счастье испытываю. Это уменьшение зависти. Вот и все. Не думайте, что это какое-то влияние, какой-то еще энергии. Нет, нет, это просто зависть немножко. На какое-то время расходится эта зависть, как ряска на воде. Она заполняет всю эту воду, но если вы бросите камень, на какое-то время она расходится, вы видите прозрачная вода, солнечные лучи, там рыбки плавают, там есть какая-то жизнь, и потом, 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 все время снова эта ряска закрывает этот труд. То есть, это все есть внутри человека. Мы способны видеть Бога, говорится, способны думать о Боге, говорить о Боге, но утратив эту способность, нам дается процесс, какой? Простой. Слушайте говорить в обществе преданных. Что есть преданные, которые об этом говорят уже, квалифицированы. другие слушают, обретают квалификацию. И у всех преданных есть одно преимущество над материалистами. Какими мы не были, может быть, мы не очень культурные, даже с точки зрения материалистов бываем, бывает, с дурным характером, тоже обмануть можем кого-то, чего-то, все всякое бывает у нас, разные люди приходят сюда. Но есть одно преимущество у всех преданных, великое преимущество, каждый преданный хочет избавиться от зависти. А иначе мы не можем называть такого человека преданным. Это невозможно, не сочетается. Если мы выбрали этот путь преданности, это означает, что мы хотим покончить с завистью, со всякими формами злобы, раздражения, неприязней. И так мы покончим с двойственностью и в конце концов с невежеством. Так все связано. И это из зависти выходит, это двойственность. Из двойственности невежества. И невежество означает, что все путается в голове. Кто там Бог, кто не Бог, мы уже сами решаем. В невежестве. Мой ум решает, это мое прибежище. Материальная природа, люди. Вот я вижу этот человек, какой могущественный, какой богатый, какой сильный политик, например. Я думаю, вот мой Бог. А кто-то думает, ну, политика не мое кредо, а вот, например, какой ученый, смотрите, какая голова, какая сила мысли, вот мой Бог. А кто думает, ну, наука, политика, это все хорошо, но у меня другие вкусы, я вижу вот эти искусства, люди там поют, что-то воспевают, там, какой-то материальный, вот, для меня это Бог. у каждого есть свой авторитет, есть наука, есть культура, есть политика и экономика, и во всех областях есть авторитеты, великие авторитеты в общих людей, они сами их установили, чтобы поклоняться и идти по их стопам, чтобы достичь этих плодов, обладания, также, обрести таланты, но они забыли, что еще один авторитет, это Кришна. Пропада намеренно дал это имя, чтобы люди знали, Кришна, не просто Бог, Кришна и все. Скажите, давайте говорить Бог, нет, Кришна значит Бог, Бог значит Кришна, привыкайте к новому имени, распространяйте именно это имя, прапада хотелось, чтобы это имя распространялось, наиболее вызывает зависть именно это имя, у демонов, это как красная тряпка для быка, Кришна, только не Кришна, а почему не Кришна, не знаю, они не могут объяснить, это чисто такое природное явление говорится, внутреннее явление, или зависть, как мы говорим, акцент на этом слове Кришна не делает на слове зависть, он упоминает лишь об этом, в нескольких местах Абхага в Абхиды, вот, потому что ты мой друг, в четвертой главе он говорит, я тебе раскрою, именно тебе раскрою это знание утрачено в преемственности, ты будешь первым в этой преемственности, кто получит это знание заново, здесь девятый главе он говорит, ты не завидуешь мне, поэтому я тебе скажу больше еще, что больше о себе, о душе, о материи я тебе рассказала, это поверхностное знание, потрясающее знание, Кришна говорит, сейчас более сокровенно тебе о себе буду рассказывать, что ты мне не завидуешь, и я тебе не завидую, ты сможешь говорить на сокровенные темы, самые сокровенные темы, и тут открывается что-то потрясающее, удивительное, потому что личность Бога потрясающая, личность Бога удивительна, для того, кто освободился от зависти. Преданные постоянно служат Верховному Господу, Господь знает, о чем думает человек, практикующий сознание Кришны, знает, насколько он искренен и дает ему разум необходимый для того, чтобы он мог постичь ногу Кришны, общаясь с преданными. Беседа о Кришне обладает огромной силой воздействия, и институт, посчастливилось слушать их, постарается понять эту науку, то со временем он, безусловно, обретет духовный опыт. Чтобы побудить Арджуну целиком посвятить себя могущественному служению Господу, Кришна 9 главе Бхагавадгиты рассказывает о предметах более сокровенных, чем те, которые обсуждались до сих пор. Сокровенность заключается в том, что когда нет зависти, мы можем слушать, переживая это вместе с Кришной. Я душа, так, где это? Теоретически только так и не чувствую душа, а теоретически знаю, да, 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 я не тело, я отличаюсь, тоже у меня приходят аналоги, примеры, могу найти и подтвердить свою позицию. Я душа, я не тело. Но более сокровенное знание, когда человек ощущает душу вместе с Кришной, общаясь с Кришной, это совсем другое. Есть теоретическая вещь, она не избавляет от страха человека, я могу знать, что и душа, а при этом боятся смерти, боятся испытания, какие-то боятся боли, боятся этого существования, тем не менее. Но разница в том, что когда человек вступает в сокровенные отношения, без зависти, то душа, она соединяется как бы с Богом в этом знании души. То есть не бывает такого, чтобы мы могли познать душу без Бога, Парупада говорит. Это лишь теория. Так же, как мы говорим, лучи солнца, как вы можете без солнца видеть лучи? Так же, мы говорим, сознание Кришны, то чье сознание? Кришна, как без Кришны, какое сознание может быть? Не бывает такого. Начало Бхагавадгиты. Первая глава является своего рода вступлением ко всей книге. То есть, когда Кришна лишь несколько раз вспоминает о зависти, а в основном какое-то учение, он разъясняет какие-то вещи о гунах природы, говорит о жертвоприношении, о цикле времени, говорит о карме, деятельности, говорит. Он говорит о том же самом, только не называя слово зависть. Все эти процессы вспомогательные, чтобы человеку освободиться от зависти, это те или иные формы жертвоприношений, самоотдачи. То есть, путь, процесс избавления от зависти, это процесс самоотдачи. Жертва. Я посвящаю свою речь Кришне, речь слух, я слушаю о Кришне. Может быть, я хотел бы слушать что-нибудь другое, современное, красивое, что мне нравится для развлечения. Но я свой слух отдаю Кришне, это жертва. Слова, и пытаясь тоже говорить о Кришне, не говорить о чем-то другом, связанное с Кришной, что было. И тело тоже занимается, тоже не Кришне. То есть, это различные формы ягьи. В гиде Кришна говорит об этом, что кто-то делает ягью словами, кто-то делает мыслью по-разному, кто-то работает для Кришны, кто-то аналитически изучает, скажем, эти предметы. То есть, есть разные, разные методы, он говорит, потому что зависть означает, что человек не хочет принимать то, что ему не нравится. поэтому говорит, нужно в соответствии с природой зависти давать человеку этот путь. В соответствии не подавлять зависть, а в соответствии с природой зависти давать ему этот процесс. Много есть процессов разных. Мы по-разному завидуем, по-разному устроены. И если я завидую тем, кто обладает собственностью, для меня подходит карма йога. Если я завидую тем, кто обладает знанием больше, чем я, для меня хороша гьяна-йога. И если я завидую тому, кто мистические ситхи имеет, большие, для меня аштанга-йога рекомендуется. Но если вы никому не завидуете, Кришна дает саму слушать. Вот и все. И слушая Кришне, как бы общаясь с Кришной таким образом, очень важно, потому что с кем общаешься, таким становишься. И он говорит, я никому не завидую. Если мы начинаем слушать его играх, постепенно начинает проясняться, что Кришна — абсолютное благо. Как же я могу завидовать ему? Если Паутана пришла его убить, а он ее спас, у него нет зависти, нет мести, нет злобы. Даже когда убивает, спасает душу. Я должен поклоняться ему. То есть так, сознание Кришны проникает, это очень могучный фактор, личность Бога. Его деяние говорит, если бы я не исполнял свой долг, миры бы все были разрушены. И как он исполняет этот долг? Ради всех живых существ приходит, как Рома Чандра. Он ставляет такую нравственность. Смотрите, люди плачут, по Романе до сих пор. Как Кришна приходит, какие он игры совершает, как он уничтожает всех этих демонов, как он ее дочтирует, ставит на престол. Как он играет с гопи, как он любит своих цариц, как что он делает для своих преданных. Он строит целый город Двараку, переносит их из Маткуры за одну ночь, он спасает их, он заботится лично о каждом. Эти игры описываются, деяния Кришны, какое благо это приносит всем. И особенно, когда мы это изучаем в обществе приятных, мы начинаем понимать истинный смысл этих игр. Что материалисты, они извратили и форму Бога, и качество Бога, и сам принцип Бога извратили. Потому что, если этот принцип приложить к человеку, он отвратительный принцип. Вот такой принцип они показывают. Вот он Бог. Это такой, знаете, гордый такой, заносчивый. Деспот. Потому что человек такой, когда на месте Бога. И они так представляют образ Бога. От человечего. Шастра говорит, если вы отождествляете Бога с материальной формой, вы совершаете серьезное оскорбление, ошибку. Поэтому в некоторых религиях Бога вообще не представляют как форму, как личность. Потому что можно совершить оскорбление. То есть люди должны быть готовы, чтобы познать его форму блаженную, его независимое поведение. И как он может делать все, что хочет, и ни перед кем не отчитывается. Мы должны уважать это в Боге, это его природа. Ему отчитываться не нужно ни перед кем, потому что он поддерживает каждое живое существо. Он уже отчитывается перед каждым. Каждому дает срок жизни, каждому дает пищу, каждому дает спутника, среду, прибежище, материальное мирознение. Сколько он все сделал для живых существ, создал? Сколько отдал своей энергии? Зачем же ему отчитываться? Разве это не отчет? Разве это не факт? Что Бог поддерживает каждое живое существо? А кто поддерживает каждое живое существо? Кто-то может поддерживать руку, что Он поддерживает каждое живое? Никто. Но даже полубоги не могут поднять руку и сказать, что я поддерживаю Шиву. Даже Брама не может такое сказать. Даже Господь Шива не может такое сказать. Это из великих в этой вселенной говорится. Это вселенские личности. Они не могут сказать, что они такие же, как и Кришна. Потому что Кришна безграничен в своих потенциях. При этом он никаких усилий не совершает. Брама совершает усилия. Господь Шива может совершать усилия. Кришна никаких усилий не совершает, чтобы делать все это. Он при этом наслаждается. своим бытием. Параллельно со всем. То есть у него еще есть свое параллельное независимое бытие. И эти энергии под его контролем находятся без его усилий. Он просто желает. И происходит так, как он желает. И это хорошо. И это очень хорошо. Это в высшей степени хорошо. Во второй и третьей главах рассказывается о духовном знании, которое называют сокровенным. Тема, обсуждаемая в седьмой и восьмой главах, непосредственно связанная с преданным служением. И поскольку они проливают свет сознания Кришны, их называют еще более сокровенной частью духовного знания. Однако девятая глава Бхагавагиды рассказывает о бесприместном, чистом служении Господу. Поэтому говорится, что в ней заключено самое сокровенное знание. Тот, кто обрел самое сокровенное знание о Кришне, естественным образом выходит из-под влияния материальной энергии и избавляется от материальных страданий, даже продолжая оставаться в этом мире. Даже оставаясь в этом мире, он говорит, вот, ты можешь не замечать этих страданий вообще. Не знать даже, что такое страдания толком. Если ты в сознании Кришности, ты освободился от зависти. Бхаг Тирсамрита Синтву сказано, что человека, искренне желающего заниматься преданным служением Господу, нужно считать освобожденным, даже если он находится в обусловленном состоянии материального бытия. Десятая глава Бхагавагиды тоже сказано, что каждый, кто служит Господу, освобождается из материального плена. Этот стих, открывающий девятую главу, имеет глубокий смысл. Слова «идам», «гьянам» — это знание относится к чистому преданному служению, состоящему из девяти видов деятельности. Вот представьте, всего-то какие простые методы. Но одна сложность. Если человек без зависти слушает, повторяет, пометует, служит, поклоняется, возносит молитвы, выполняет приказы Господа, дружит с Ним и полностью вручает себя Ему, он становится совершенным. Один из этих девяти методов человека поднимает на вершину совершенства, если совершается без зависти. То есть представьте, какая мощь, если услышать без зависти слова Кришны, мы сразу считается, освобождаемся от материальной зависимости. И все, что нужно понять, как Кришна приходит в этот мир, как Он действует и как уходит. Его не заставляют это делать законы природы. И у Него нет также никакой материальной цели в этом. Он не приходит для того, чтобы здесь показать, что Он выше всех и подчинить. Нет, не для этого. Он вообще сюда может не приходить. Говорит, Он приходит по милости своей сюда. Ни с какой, ни чтобы причинить большим существам, показать все превосходство над ними, над страдающими людьми. Это Дрёдхана был таким. Пандовов выгнали в лес на 12 лет. Дрёдхана добился все-таки этого всего. Обманул их. И все знали, что это обман. И никто ничего не мог поделать. Как действует зависть? Вы смотрите, тоже есть свои законы. Вы иногда не знаете, как с этим бороться. Потому что есть законы, и законы пользуются и любовь, и зависть одинаковыми. Любовь даже слабее, потому что не нарушает законы, а зависть может нарушать законы, манипулировать. Они могут побеждать таким образом. А их выгнали в лес, и все. На 12 лет скитаться, как лесные жители императоров, вместе с Другопадей. Они остались в прекрасном месте однажды, путешествуя по лесам. Прекрасное озеро там было. Они решили там отдохнуть какое-то время, пожить в этом прекрасном месте, в джунглях, в лесах. Неподалеку от царства Дрюртхана это было. Не так далеко. Дрюртхан узнал об этом от шпионов. Где пандовы, он следил за ними. Тут неподалеку, прекрасное райское место там, с лотосами озера, и красивый лес, и пищи много лесной. Там они наслаждаются жизнью, похоже. Не страдают особенно. Дрюртхана позавидовала этому наслаждению. Он во дворце, представьте, у него власть, у него деньги, он завидует тем, кто в лесу. Почему? Почему завидуют? Потому что пандовы, они все равно счастливы. Вот какая проблема. Как же все-таки показать, что я выше? Нужно показать, что они страдают. Я наслаждаюсь. И он собрал экскорт, небольшое такое войско маленькое, во главе с Карной, и пошел тоже отдыхать на это озеро. С тем, чтобы показать свое царское превосходство и роскошь, чтобы как бы унизить бандовов. Там они кореня роют в земле, понимаете? А Дрюртхану тут перуют, и тут у него вина, и все такое, и тут музыка, и он будет тоже наслаждаться пикником. Это был его замысел. Зависть. Об этом узнал Индра, царь небес. В этом плане Дрюртханы. Индра, отец Арджуны. Он поговорил с Гандхаровами, с царем Гандхаровов. У них свой план созрел. И когда Дрюртхан приехал отдыхать на это озеро, он увидел, что там Гандхару развлекаются. Заняли все пространство, все. Для царя нет места. Он подумал, вот скажи, идите, предупредите, что здесь царь Дрюртхана, чтобы они освободили это место для царя, царь здесь будет отдыхать. Пришли посланники, сказали, вот у Дрюртхана царь, император, вы должны освободить это место сейчас же для него. Гандхаров сказали, а у нас свой царь, какой нам делать Дрюртхан вообще? Кто такой ваш Дрюртхан? У нас царь, Читарратха, или как его звали, царя Гандхаров. Он друг Арджуна оказался. Они с ним подружились на райской планете, когда Арджуна гостил у Индры. Они с ним друзья были. И поэтому Гандхару, они очень красивые, они веселые, они танцоры прекрасные, Гандхару, и воины отменные, храбрые, такой их характер. И Дрюртхан им сообщили, что они не уйдут. Сказали, что нам лучше найти другое место. Это так унизило Дрюртхану, его зависть так вспыхнула. Я император, как? Война, Карна, вперед! Выгони их силой оттуда, выкинь! Лук, стрелы, оружие есть, давайте к шатри, работайте. А, тебе тоже к шатри, тебе тоже к шатри, завязалась битва там. Карна сбежала оттуда, записывается, великий, храбрый Карна, сбежал просто от Гандхару. Армию тоже разогнали эти Гандхару. Дрюртхану поймали, связали вот так вот его, как животное. Веселые Гандхару. И на глазах у пандов потащили Дрюртхану куда-то в этой сетке вообще. Хима подумал, вот здорово, ну вот карма их. Ну очень хорошо, царь и волк. Пусть этот негодяй страдает. А Ютештира сказал, нет, 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 он был независливый. Ютештира сказал, он царь наш, поймите сейчас, мы сейчас не царь, он царь, а царя нужно защищать. Арджуна, иди. Арджуна пошел, отбил Дрюртхану. Обнялись с другом там, с царем Гандхаров, они сказали, ну вот так и так, Ютештира велел. А, Ютештира, ну забирай его. Кому он нужен вообще? Он нам, собственно, был и не нужен. Ваш Дрюртхан этот. Ну такова дхарма, и если дхарма, то и нет зависти, все равно вы следуете дхарме. Вы не будете бунтовать. Все по-другому решается, не бунтом в этом мире. Нужно обрести трансцендентное знание. А что толку в невежестве бунтовать? Хорошо, вы бунтовали, сбросили, скажем, плохое-плохое управление. Но что вы можете сделать дальше, если вы в невежестве? Видите, в чем проблема? Поэтому первое, что нужно выбраться из невежества, потом знать, что делать, какие шаги предпринимать. И Дрюрт, когда представьте, в этой сетке, связанной, он сидел, наблюдал, как его унизительно спас Арджуна. И по велению Ютештиры, пандавы, те, которым он завидовал больше всего и хотел поглумиться, а поглумились над ним. Так все вернулось против него. Он расферепел, он чуть не умрет от гнева. Он хотел, как скорпион, убить себя на месте вообще. Если скорпион не может убить кого-то, он себя начинает жалить. Понимаете? Тут такая энергия зависти существует в живых существах. Они так действуют. Вот Дрюрт, он вот так был наполнен завистью. И он ушел, глаза у него стали красные, вот как вот эта вот курта в Брамачаре. Можешь показать. Да, вот это. Вот такая. Вот такой вот светлый. Он пошел в тот целый лагерь, но он лег вот так вот стрелы разослал, лег на стрелы и сказал, все, я тут умру, никуда не пойду, обед даю до смерти. То есть меня опозорили. И ему молились и так, и так. И Карна пришел, вернулся, сбежал, вернулся. Такая немножко юмористическая история касается Дрюртхана. Как-то они были посрамлены в этой ситуации. Это тоже великий игрок. Но у них была зависть, и они отличались от пандавов. Карна был равен Арджуне, фактически, как воин. Но вот эта внутренняя разница, с Кришной разные отношения были у них. С Богом разные отношения у всех были. Дрюртхана так завидовал Кришне. Он тоже хотел его устранить в одно время полностью. Одновременно уважал его и завидовал сильно. Карна меньше завидовал. Но все же было у него что-то в сердце. Он понимал, что если привязанность к Кришне, если зависть к Кришне, он так страдал в жизни. Так, все преданные, которых есть зависть и любовь, они борются, и они так страдают в этой жизни. Как же предаться Кришне? Как же предаться Кришне? Из зависти я не всему следую. Из зависти я говорю, что я слабый. Из зависти я говорю, что я больной. Из зависти я говорю, что я женщина слабая. Из зависти я говорю, что я мужчина, калиюги, что делать? Если я трюсляюсь с временем, с полом, из зависти, если я не трюсляюсь с душой, с частичкой Кришны, с его слугой, я все опираюсь на эти аргументы, я все никак не могу выбраться из этого болота. Но я же преданный, я же хочу, Кришна, помоги. Вот в таком положении многие преданные могут находиться долгое время. В девятой главе Бхагавадгиты здесь будет говориться, что человек должен следовать с верой этому процессу. Если без веры, то не будет результата, даже если мы практикуем сознание Кришны. А вера это как раз искреннее желание обрести Кришну. И зависть серьезная помеха. С одной стороны я хочу обрести Кришну. С другой стороны я сам себе ставлю ограничения. А как же полностью это сделать? Как же осуществить вот эту задачу Бхакти, чистую Бхакти обрести, которая не имеет никаких желаний материальных, никакой зависти нет. Все дается только ему, только ему, только ему. И вот просто слушая регулярно, можно освободиться от зависти. Поэтому мы вот это наша практика регулярно, каждый день, мы следим, что каждый день, каждый Божий день, по мере возможности, мы как можно чаще регулярно слушали о Кришне, постоянно и в играх, философию сознания Кришны, атошлим от Бхагавата, Бхагавадгита, главные писания. И когда в результате этого его сердце очищается от материальной скверны, он обретает способность постичь это знание, науку о Кришне. Мало просто понять, что живое существо — дух, а не материя. Это может стать началом духовного пути, сама познания. Но необходимо понять также разницу между деятельностью тела и духовной деятельностью человека, сознающего, что он не тело. В седьмой главе мы уже говорили о величии проявления Верховного Господа, о его разнообразных энергиях, низшей и высшей природе, и материальном космосе в целом. Девятая же глава описывает величие самого Господа. То есть это начало девятой главы, первый текст. Вот величие. Что же такое величие для души? Не просто это грандиозное шоу космического проявления, не только это величие Кришны. А как же его величие проявляется к маленькой и индивидуальной душе в этих отношениях? Вот мне важно понять, как это величие проявится. Его благородство, его любовь, могу я ощутить это все? Он сможет простить, он сможет меня просто выдернуть. Здесь будет описываться. Очень сильная глава, очень мощное знание. Весьма примечательное и употребленное в данном стихе слово «Анасуеве». Люди, берущиеся, комментировать Бхагавадгиту, даже если это известные ученые, как правило, завидуют Кришне, Верховной Личности Бога. Даже самые эрудированные ученые сильно искажают в своих комментариях смысл Бхагавадгиты. Поскольку они завидуют Кришне, все их комментарии бесполезны. Авторитетные лишь комментарии, написанные преданными Господа. Тот, в ком есть зависть, никогда не сможет открыть другим смысл Бхагавадгиты, то есть дать людям совершенное знание о Кришне. Человек, ищущий изъяны в характере Кришны, не зная его, просто глупец. Поэтому такого рода комментариев следует тщательно избегать. Но тому, кто осознал, что Кришна – это Верховная Личность Бога, чистая и духовная, эти главы принесут большое благо. Что думают философы, не свободные от зависти? Сейчас вы очень удивитесь. То есть настоящие сильные философы, мощные ученые, знающие санскрит, изучающие Писание, но еще не свободные от зависти. Они думают так. Кришна изначально был безличным, а потом Личность из безличного проявилась. Вот так они считают. То есть, что это означает? Потом он снова станет безличным. Потому что начало всего безличное. Так они описывают. Они говорят, не нужно предаваться Кришне, а тому, кто внутри Кришны, нужно предаться. Вот так они философствуют. Подобно тому, как мы, вот есть тело, а внутри есть душа. Мы будем сказать, не нужно, не нужно, это телесное сознание, телесное, материальное, нужно духовное, внутри себя найти истину нужное. Они также применяют этот принцип Кришни, обусловленные души, также смотрят на Кришну, как будто он обусловлен телом и умом. Но абсолютно природа Бога такова, что нет разницы между его умом, телом и душой. Это можно познать в отсутствии зависти. Его тело и душа, суть одно и то же, говорится. Но у нас, видите, как раз по-другому. Душа уходит, тело остается здесь. И снова берет новое тело, схватывает, развивает его. Тот же самый процесс проходит, но снова отбрасывает, и снова схватывает новое тело, и снова делает то же самое, эта душа с ним. Видите, как действует зависть? Собственно говоря, я сам себе истязаю, получается. Зависть означает, что я хочу, я привязан к этому материальному телу, источнику моих страданий. Атхи-дайва-ти-пута-атхи-атма. Ум – источник моих страданий. Тело – источник страданий. Общество материальное – источник, тоже беспокоит страданий борьбы вечной. И материальное природа – тоже источник страданий. Через рождение и смерть проходим мы здесь. Я схватываю это все и прохожу бесконечно все эти вещи, пока не услышу о Кришне и обществе преданных. И тут же это бессмыслице прекращается. Начинаю зону, а зачем все это постоянно делать, повторять? Рождение и смерть, рождение и смерть, все эти страдания невыносимые. Как преданные часто приходят и говорят, я не хочу больше рождаться в этом мире. Что мне делать? Не хочу больше. Это одна только сторона. Да, если мы представим, какие нас ждут еще впереди страдания, следующих жизней. И что еще в этой жизни нас может ожидать? Ну, скажем, я больше не хочу, честно. Потому что никакой перспективы нет. Я изучил философию. Я как-то просветлел. Я понимаю, здесь нет шанса. Разоблачили мой ум. Показали как бы ясную картину, что с чего начинается, чем заканчивается любая жизнь человека. Полное разочарование. Но этого недостаточно осознать, эту вещь, что мне здесь плохо. В этом мире нужно еще мне понять, как хорошо с Кришной. Да, я не хочу рождаться в этом мире. И как хорошо с Кришной. И все. То есть мы не жалуемся на эти вещи. Мы просто говорим, с Кришной так хорошо, что я не замечаю, что мне здесь плохо. Я даже не жалуюсь. То есть преданный, который достиг такого уровня, он уже жаловаться не будет. Он может терпеть, не замечать эти вещи. Так, если... Два варианта, допустим, у меня было сегодня. Знаете, годы идут, здоровье и так далее. Ну, понимаете. Утром просыпаешься, и сил иногда никаких нет. И вот два варианта. Сидеть и думать, что нет никаких сил у тебя. Или идти на лекцию. И если вам нужно идти на лекцию, или на харинаму, или книги распространять, вы уже не думаете о своем теле, думаете, как это хорошо сделать. И вы не замечаете проблем телесных. Йога. Вы думаете о преданном служении. А оно так поглощает. То есть я не самим должен был подготовиться, чтобы выйти сюда что-то сказать. Верно? Внутренне хотя бы. Если я внутренне не готов, я не смогу найти информации, что-то сказать. Да, но тогда мне нужно именно переключить свое внимание полностью в эту сферу. Что-то должен я сейчас сказать о Кришне. А это ответственность. Поэтому все утро мне пришлось быть погруженным в сознание Кришны. Хочешь, не хочешь. Все, Кришна не освободил от страданий на это утро. Думай обо мне, говорит. Чего ты думаешь? О чем ты думаешь? Вот о чем ты думаешь? Таким ты станешь. Думай обо мне, и ты не заметишь, что я буду присутствовать. Если ты говоришь обо мне, если ты повторяешь мои слова, я буду присутствовать в твоих словах, в твоем настроении, в твоих чувствах, ты будешь переживать протягшую вагамам тхармиям, непосредственно в себе это все переживешь. Ты не заметишь страданий. Ты состаришься безболезненно, умрешь безболезненно. Как ушел один из ачарь великих, это был Рамануджа Ачарь или Мадова Ачарь? Нет, Мадова Ачарь, по-моему. Он проповедовал, проповедовал самым ученикам что-то говорил о Кришне, и вот его уход был таким, что с неба посыпались цветы. А ученики смотрели на это чудо и восхищались, потому что видели, что это Кришна, Гуру говорит о Кришне, и вот Кришна присутствует таким образом. Был великий Ачаря. И цветы полностью с головой засыпали его. И он продолжал из этой горы цветов, пушпы говорить о Кришне. А ученики слушали. И когда голос прекратился, они раскопали эту груду цветов, и там никого уже не было. Ну просто никого. Вот такие есть примеры великие. Мы еще с вами не достигли такого уровня. Но мы слышим об этом, слушаем эти. Мы слушаем то, что было, трансцендентное, и верим с верой. И если у нас нет зависти, мы скажем, почему нет? Кришна разве не может такое сделать? Кришна все может. На самом деле все может. Бог, а что он не может сделать, скажите? Он все может делать, но он должен делать все это на благо. Он не должен демонстрировать просто свои ситхи перед нами. Он должен действовать согласно месту времени обстоятельств, что принесло благо и его присутствие. И для блага материалистов он даже делает тоже удивительные вещи, чтобы атеисты тоже получили свою философию, свое подтверждение. И для Майавади он тоже делает так, чтобы они свою философию получили и удовлетворились. Смотрите, он не завидует никому. Когда Кришна уходил с планеты, это случай какой-то странный вообще. После всех описаний его в Пуранах, что он вообще сделал, какие игры он проявил в этом мире, он после ухода всей династии Яду от берега океана ушел в лес, потому что Яду были истреблены на берегу океана. И он ушел, даже покинул Балараму. Это был уже уход их. Яду уже ушли, и так Кришна всех отправил, теперь он сам должен был уйти. И он ушел в лес, сел под дерево баньян и ногу положил на колено, и его стопа была видна в лесу. Охотник увидел стопу Кришны и подумал, это олень. Вы путали когда-нибудь стопу человека с оленем? Он выпустил стрелу в пятку и так Кришна ушел. Кто-то уходит от ранения в пятку. И как он ушел? Тело осталось вот здесь. Поэтому материалисты говорят, видите, тело-то не духовное, оно материальное. А чарли говорят, это для удовлетворения материалистов, он это тело оставил. Для них. Иначе как бы, их бы философия была бы разрушена, материалистов Бороше просто бы не существовало. Не бы сказали, а нам где жить? Мы материалистов. Вы разбили все наши аргументы, а мы-то материалисты. Мы не хотим Бога. Вы нас убедили, что это Бог, но мы не хотели Бога, вы вас не просили об этом. Дайте нам прибежище, дайте нам свое знание, свои планеты. Мы хотим жить по своему закону. Поэтому Кришна, видите, одновременно действует. и глазами любви и преданной знают, что на самом деле происходит. И для тех, кто завистлив, Кришна тоже что-то делает, потому что Он уважает всех живых существ. Вот эти все процессы, бхагавадгити, различные виды йоги, кроме бхакти йоги, чисто даются для различных завистливых людей. Кришна дает это послание для блага всего мира. И если мы ненавидим чью-то зависть, значит мы не свободны от зависти сами. В сердце чисто преданное не место для злобы или зависти, или ненависти. Слуга Кришны, он видит, что там под этим покровом зависти страдает живо. Она страдает там, но она не знает, может быть, об этих покровах, даже о Кришне может не знать, но там есть душа вечная, частичка Бога. И она страдает, утратив это положение. Поэтому Кришна говорит Арджуне, Бхагавадгиде, что тот, кто это знание потом распространяет, он самый дорогой слуга и дороже никого не будет. Так он заботится о благе. То есть хочет, чтобы это знание было доступно всем. Бхагавадгиде. Спасибо большое. Какие будут вопросы сегодня? Да. Как будто бы завидовал, так скажем. Он чистый, преданный. Он не может завидовать. Как будто бы. Нужно ли обязательно пройти вспомогательный процесс очищения от зависти? Или можно сразу через шраваном очиститься от зависти, обрести расу? Через шраваном. Мы с вами привыкли, что наука раздроблена современная. это как в поликлинике. Поли. Много. Много кабинетов. Там нет одного врача, специалиста. Там все, значит, разные, разные, разные специальности. Есть окулисты, есть там, не знаю. Есть еще кто? Хирурги. Терапевты. Кто еще? Лор. Ну вот здесь тоже. Кабинет от зависти отдельный. Нет, настоящий врач он не такой. Это современное представление. Не знаю, почему так сделали в поликлинике. Я думаю, я думаю, что потому что люди стали терять квалификацию. И тот, кто изучил нос, ничего не знает, что происходит в кишечнике, например. Это также есть учителя географии, учителя математики, учителя русского. Они понятия не имеют о других предметах и науках. А от школьников требуют, чтобы все знали. Мы очень удивлялись в школе этому. Мы однажды пошли с вопросом к учителю географии, с вопросом по математике. Ну, чтобы математичку не настраивать, что мы не знаем, мы пошли скрытым образом к географичке. А географичка говорит, а я не математичка. Почему он меня спрашивает? Я не знаю математику, я знаю только географию. А мы говорим, а тогда мы почему должны все знать вообще, математику и географию? Она так смеялась с нами, говорит, действительно, я не знаю почему-то. То есть мы попали в систему, созданную людьми. Ученые, значит, ученые. Конечно, в чем-то мы должны что-то больше понять, меньше, но есть одна общая наука, которую должны знать все. Это Бхага Вадгита. Во всяком случае так. И здесь, когда речь идет специально работать с завистью, ну, можно дать какие-то специальные рекомендации, но они уже есть в самой практике преданного служения. То есть в служении есть лекарство от зависти. Служение. Чем более оно бескорыстное, и чем более оно непрерывное, тем более оно чистое. То есть служение избавляет нас от зависти. Именно это и есть лекарство главное. Почему мы говорим, слушайте о Кришне. Это служение. Не о себе мы слушаем, а о Кришне слушаем. Говорить о Кришне, да, не о себе, а о Кришне. Это лекарство. Это тоже форма служения. Плохо ли, когда появляется жадность? Жадность. Плохо ли, когда появляется жадность? Хочется больше и больше служения, больше Киртона, лекций, просада больше. Но когда много служишь, иногда тело перестает служить. Тебе заболевает или устает так, что невозможно встать. Но как только перестаешь служить и ложишься отдохнуть, накатывается жуткий тамос. И ощущение пустоты, несчастья. Что делать с телом? Отрастили тело на свою беду есть такая песня. Что тут я могу сказать? Пока вот так, пока из полымя, говорится, куда? Из огня в полымя, да? Пока вот так у нас, пока мы еще не равновешены. Пока еще нет равновесия в уме. Поэтому старайтесь балансировать, регулировать, сколько можете. Слушайте, как можно больше. Если даже устаете, плохого не будет ничего. Чем больше, тем лучше. А потом постепенно будет равновесие в уме. Тхира, человек станет тхирой, внутренне станет твердым. Для этого мы делаем эту практику, чтобы внутри стать твердым, устойчивым. Ум сейчас попадает под влияние быстрого материальной энергии. Еще не защищен, не твердый. Нестабильный разум и ум. Но служение стабильно сделает стабильным ум и разум тоже. Если на самом деле мы слушаем лекции, слушаем имя, чтобы ум тоже присутствовал там. В этот раз Дхаме очень сильно чувствую помощь и защиту Господа. Нарисим Хадева. Теперь постоянно, при каждой трудности, мысленно, обращаясь к Нему, прошу защитить и разрешить ситуацию. Можно ли обращаться к Нарисим Хадеву по пустякам и маленьким поводам. Обращайтесь, он разберется с вами сам. Он не бессильный, не думайте, он просто исполнит желание. Он у вас обхитрит. Нарисим Хадев, ки-джая. Как понять, искренне ли я хочу служить Кришне или есть какие-то другие причины, в которых не хочешь себе признаться, как разобраться в своих желаниях. Ведь мы можем обманывать сами себя, но Кришну не обманешь. Мне кажется, что часть меня очень хочет предаться Кришне, а что-то мешает. Это и есть зависть. Ну да, вы слушали лекцию, я думаю, вы усвоили, о чем мы говорили. Зависть есть, да, она может мешать по-разному. Но она же культивированная зависть у нас тоже. Интеллект присутствует, не просто зависть какая-то грубая, а культивированная зависть существует. Поэтому у нас есть предел предания. Как, например, 8-ми часов рабочий день. 8-ми часов отработал, все, я пошел. Есть предел как бы этого. То есть у меня есть еще другая жизнь, более важная где-то. И вот в сознании Кришны, если мы так еще устроены, что есть еще какая-то более важная жизнь, это все еще предел предания. То есть Кришну еще не везде пускаем. Когда люди ложатся спать, семейные, они алтарь, закрывают иконы, Бога усыпляют, а потом ложатся спать, чтобы он не видел, что там дальше будет. Это предел предания, так сказать. Ну вот так пока мы устроены. Пока, пока, пока. Ну, в процессе практики вы будете сами наблюдать, что будет происходить. Так что не нужно жаловаться, все нормально. Процесс начался, идет, все хорошо. Вы сказали, познание души без Кришны это теория, но чтобы ее ощутить, нужно соединиться с Кришной. Что значит соединиться с Кришной? Пережить. Пережить. Это называется вкус или ассакти говорится, когда мы уже обретаем вкус святого имени или привязан к святому имени. Можно так технически сказать. Но на самом деле у вас и у всех есть опыт. Когда мы слушаем о Кришне, вместе собираемся, воспеваем, и все что-то начинаем переживать. Кто не плакал на Киртане? Разве такое было? Все плакали на Киртане когда-то. Было такое. Было такое. Может быть, это не часто бывает, но бывают очень сильные духовные эмоции. И вот это и есть та самая йога, о которой говорится. Вот это самое важное, что вы никогда этого не забудете. Информация может прийти и уйти, но вот эти отношения вы не можете забыть даже в следующей жизни. Будете их искать. Этот вкус фиксируется навечно, говорится, в глубине сердца. Все преданные, которые попадают на операции какие-то хирургические, под наркоз, они все повторяют Харе Кришна на протяжении всей операции, находясь без сознания. Потом все палаты, все доктора и все палаты ходят к ним на Дашин и спрашивают, что вы там повторяли. И они там проповедуют потом все время. Вот уже сколько таких примеров. Доктор говорит, считайте до трех. Одевает маску, считайте до трех. Он считает, раз, два, Харе Кришна, Харе Кришна. И не прекращается это. Не прекращается. Как это? Он даже не знает, не знает сам об этом. Где-то в глубине сердца это остается. Помните тот случай депрограмматоров, которые депрограммировали преданных? Ну, в те ранние годы на Западе пытались депрограммировать, нанимали людей, родителей преданных, что попали в секту, депрограмматоры работали. И они делали всякие вещи, они сжигали четки, они там критиковали гиду, критиковали духовных участия, чтобы разрушить веру. А это мало тоже помогало. Тогда последнее, говорит, средство, нужно разрешение родителей. Один угольчик и все. Они все забудут просто. Стерилизация полная. И некоторые родители соглашались на это. Представляете, насколько они ненавидели Кришну, боялись этого всего. И вот те примеры, когда делали такой укол, инъекцию, они на самом деле все забывали, даже родственников. И повторяли, Харея Кришна, Харея Кришна. Харея Кришна. Мы сказали, что мы из зависти говорим, я слабый, я больной, я женщина, я мужчина. А в чем здесь зависть? Ну, скажите, а что за этими обозначениями стоит, я не хочу служить Кришне. Я не могу служить Кришне. На самом деле, я не хочу служить Кришне. За этими словами вот эти вещи устанавливаются. А вот, когда мы достигаем такого уровня, когда тело полностью отказывает, и мы уже умираем, мы говорим, Кришна, я хочу тебе еще послужить. Я тебе хочу вручить свое сердце сейчас. Вот это нормальное сознание. Вот это и есть сознание Кришны. А не так, что горло заболело, все, уже Кришне служить не могу, все, никак. Выходной от чистого, любовного, преданного служения. Что нужно почувствовать, чтобы понять, я счастлив, я счастлив. Это очень просто. Если у вас есть духовный учитель, вы должны быть уже счастливы. Все. Я так делаю, в всяком случае. Я всегда вспоминаю, у меня я гурмагра, все в порядке. Майя иногда так бьет, эдак бьет, волна такая поднимется, или что-то еще. Иногда не знаешь, что делать дальше. У меня есть гурмагра, что-то проблемы. Это его проблемы. Мое дело служить ему, и все. Он знает, он знает, что происходит. Есть ли разница между капоти, лицемерием и слабостью? Или это одно и то же? Мы часто играем роль браманов в обществе, но не можем быть чисты до конца. Это может быть лицемерие, а может слабость. Лицемерие — это нечто намеренное, чтобы назвать уже это качество лицемерием, что это намеренно, как бы, двуличие. А слабость — это неспособность, другое. То есть, я пытаюсь стать браманом, но еще не получается. Это искренность. А лицемерие — это уже позиция. Это опасно. Если мы что-то делаем, с одной стороны, Кришна стараемся, искренне, но не получается. Это вообще не грех. Кришна принимает служение. Даже если не получается, а ему ничего вообще не нужно. Ему вот эта искренность, и нужна именно. Вот эта вот искренняя попытка ему и нужна. Он это ценит, он принимает это. Но лицемерие — это другое. Я пытаюсь именно обхитрить Кришну, извлечь какую-то выгоду материальную из этого служения. Вот это опасно. Если слабость намеренная, это уже оскорбление. Лицемерие. Да? Понимаете разницу? Ну, то есть, спящий легко разбудить, а притворяющийся спящим невозможно разбудить. Вот в этом разница. И если все процессы гьяна, карма, аштанга даны для завистливых людей, а материальном мире все завидуют, получается, что мы не можем практиковать бхакти-йогу, что практикуют преданные. Называется мишра-бхакти-йога. Мишра-бхакти. Это тоже бхакти-йога. Помните, в Бхагаватам есть описание преданных в различных гунах материальной природы. То есть, практика будет отличаться качественно от начинающих, достигших среднего уровня и высот. То есть, разным описывается. По мере избавления от зависти степень веры будет меняться. И полная вера называется уже чистота, полная чистота, трансцендентность. И есть сомнения еще, есть какая-то вера в материальное счастье, независимая от Кришны, то есть, разные есть уровни. Это описывается. Поэтому зависть означает, что я принимал какой-то сложный процесс, трудный процесс, заставляет меня принять трудный процесс. Потому что все просто, но все просто. Обидел кого-то, иди попроси прощения, ну так просто, но зависть не дает мне это сделать, поэтому я принимаю какие-то другие процессы. Я иду к священнику каяться. Во всех грехах, что натворил, понимаете. Мне нужен какой-то процесс религии, какого-то покаяния, какие-то аскез, может быть, самобичевание. А ведь все просто. Подойди, попроси прощения в ноги, и все. Зачем ты себя бичуешь, а потом идешь, это процессы придумаешь сложные. Это вот зависть все усложняет таким образом. Также просто люби Кришну, и все. Ох, ну это сложная задача. Мне нужен процесс карма-йоги, гьяна-йоги, аштанга-йоги, и только потом я начинаю плакать по Кришне. Но в итоге эти процессы заканчиваются бхакти-йогой, уже вершиной всего. То есть, лестница выстраивается для человека. Как мы сказали, упомянули, что подавлять зависть нехорошо, быть врагом зависти. Нет, нет. Гидти говорит, что подавление природы материальной не даст хорошего результата. Нужно постепенно с любовью, как бы, в общем-то преданных, в хорошей среде, бхакти, где есть ягья, любовный обмен культивируется, чтобы человек был счастлив. И постепенно зависть она уйдет. Она просто уйдет. Как рассказывать о личности Кришны, о имени Кришны, людям с имперсональной философией? Со вкусом нужно рассказывать это просто. Потому что, если вы просто философски будете, сухо говорить, впечатлений не произведет никакого, у них будет сильнее философия. философия растворения в Брамане, вы становитесь Богом. Сильная, знаете, самскара. Это философия. Вы должны дать больше вкус, когда говорите об имени Кришны, о форме Кришны, вы должны вложить больше вкус туда. Как вот Кришна играет, как он танцует, как он ворует. Вот эти расы, они должны превзойти эту расу слияния с Богом. Так что даже мысли не появятся с лицами, зачем сливаться, я же утрачиваю тогда эти игры, я не могу видеть Игорь Кришны, его форму. Если я сольюсь с ним, конец этим отношениям, нет, я не буду сливаться, я буду его частичкой, я буду участвовать в этих играх. Если время истекает, говорите мне об этом. Все, время истекло. Завтра еще оставим три вопроса. Спасибо большое. Спасибо. Ученики, пожалуйста, останьте здесь минуты пять. Спасибо. Спасибо. Спасибо.